добрый день дорогие друзья вы на канале волжский сад сегодня рассказываю о своем опыте выращивания малины как добиться больших урожаев и получить крупную и вкусную ягоду начнем с посадки все знают что малину надо сажать на солнечные места но не все знают что сажать малину лучше в траншею здесь я вижу сразу два положительных момента во первых малины не стремится из нее активно вылезти а второе это полив так намного удобнее и поливать бросил шланг и ни о чем не переживаешь можешь заняться пока чем-то другим но я например обрезаю в этот момент какие-нибудь цветы которые рядом растут и отцвели в общем все что угодно и время вашем распоряжении теперь о траншеи у нас глубиной она сантиметров 20-25 на этом месте раньше рос виноград и траншея осталось после него желательно из нее вынуть грунт и набросать туда доски палки ветки сучки картон и все засыпать землей не надо копать очень глубоко у малины корни поверхностные поэтому сантиметров 30 уже будет достаточно все эти деревянные составляющие будут перегнивать и питать малину ей вот очень это нравится у нас малина на этом месте растет 13 год конечно ее давно надо было пересадить на новое место но даже при таких условиях она нас радует нормальным хорошим урожаем найду я все-таки время когда ты ее пересажу но пока пойдет и так теперь давайте поговорим подробнее о самой посадке мы ее сажали в шахматном порядке примерно 40 сантиметров друг от друга отряда где рос виноград остались два столба железных и натянутые проволоки каждый кустик малины я подвязываю к этой проволоки в итоге малины свои побеги с ягодкой выбрасывает на солнышко и она растет отлично и собирать удобно и с одной стороны и с другой все на виду новые побеги которые отрастают они в принципе не мешает они как бы растут чуть-чуть в сторону тоже тянутся к солнышку поэтому все размещается очень хорошо у нас малины всего несколько кустиков ровно столько чтобы хватал на нашу семью в одном ряду растут летние малины а с краю ремонтантные вот ремонтантные на фото это куст справа он был посажен всего один кустик вот так он нарос за 6 лет нам его хватает на осень чтобы покушать свежую ягодку именно вот осенью все уживаются очень хорошо следующее на что внимание обращаем это обрезка здесь все просто летнюю малину обрезаем сразу это очень важно сразу как только собрали последнюю ягоду и сразу обрезаем что будем обрезать все отплодоносившие побеги полностью на уровне земли чем ниже тем лучше и еще обрезаем молодые новые веточки которые тоненькие хиленькие на слабых ветках никогда не будет хорошего урожая зачем они нам нужны хорошие крепкие побеги сразу привязываем к проволоке а далее я удобряю залой но можно пролить и моно калием фосфатом обычно вся эта операция проходит у нас саратове приблизительно в конце июля может быть вот самые первые числа августа второй раз я вношу залу в конце августа до осени побеги вырастают на два и более метров для лучшего выветвления и увеличения урожайности провожу осеннюю обрезку верхушки на высоте около полутора метров я бы сказал на том уровне на котором вам будет потом удобно собирать ягоду можно и чуть повыше и чуть пониже как ориентироваться когда это делать когда куст малины сбросил листья значит пора обрезать пока на побегах листья они питают весь куст поэтому обрезать не торопимся если продолжить тему удобрений то по весне надо вносить навоз лучше конечно конский ремонтантную малину удобряет также а а вот обрезка делается осенью под ноль по уровню земли а весной вырезаю хиленькие дохленькие веточки если хотите получить с ремонтантной малины побольше урожая то надо прищипнуть молодые отрастающие побеги в июне примерно когда они достигнут полутора метров можно конечно и не прищипывать тогда урожай получите немного раньше но чуть-чуть поменьше еще один очень важный момент это выбор сорта я перепробовала много разных сортов и остановилась на сорте гусар это летние малины выведены известными российскими селекционерами казаков и кулагины у нее хорошая стабильная урожайность большие красивые ягоды с сухим отрывом малошиповатые побеги колючки в основном в нижней части это важно при сборе ягоды потому что вы не колитесь для тех кто выращивает малин на реализацию скажу что у нее очень хорошая транспортабельность и лёжкость плодов ягода кисло-сладкого вкуса с преобладанием сладости обладает насыщенным малиновым ароматом в нее хорошая устойчивость к широкому спектру заболеваний и некоторым вредителям мощная сила роста куста незначительное количество корневой поросли для меня это очень важно а сам куст имеет очень такой компактный габитос хорошая морозостойкость до минус 35 градусов я его лично никогда не пригибаю на зиму он отлично зимует сорт жар вынослив и засухоустойчив мне это важно так как поливаем раз в неделю гусар нетребовательному грунту в котором произрастает вынослив и неприхотлив но на сегодняшний день есть сорта малины с намного большей урожайностью и более крупным размером ягоды есть малины конечно повкуснее и послаще но нас этот сорт полностью устраивает он действительно хорош если вы не пробовали сорт гусар советую посадить хотя бы один кустик посмотреть приглядеться попробовать может быть вам тоже он понравится ремонтантный сорт у нас карамелька у нее великолепный десертный вкус за что она собственно и получила свое наименование созревшие плоды способны достигать великолепных размеров до двух с половиной трех сантиметров в длину и массы около восьми и более грамм куст малины характеризуется средней энергией роста побеги у сорта прямостоячей высотой ну где-то до метр семьдесят а даже при благоприятных условиях возделывания могут быть до двух метров побеги прочные побега образовательная способность умеренная ягоды у сорта малины карамелька сухие плотные хорошо перевозится кроме того ягоды неплохо хранятся в холодильнике в течение нескольких дней а также пригодны к заморозке так как после оттаивания сохраняет свою форму и потеря сок оказывается минимальными а вот желтый сорт малины я пока для себя не нашла такой чтобы прям вот понравился пробовала сажала желтый гигант не понравилось огромное количество побегов поросли замучаешься удалять в прошлом году посадила ремонтантную оранжевое чудо пока наблюдаю но уже не нравится слишком гибкие побеги и опять очень много поросли пока в поисках может быть кто-то подскажет хороший вкусный сорт желтой малины с крепкими стеблями и маленьким побега образованием пишите в комментариях пообсуждаем а на сегодня все больших вам урожаев все что знала я вам рассказала может быть вам это пригодится вы были на канале волский сад до новых встреч пока